На период ЧП введен бесконтактный прием обращений от граждан госучреждениями. Организации будут принимать заявки по телефону или по электронной почте. На официальных сайтах появятся номера телефонов и информация о порядке приема обращений и предоставлении необходимых услуг. Расскажем и о других нововведениях. Семьи, в которых дети пользуются льготой на питание в организациях образования, получат продуктовые наборы. Это одна из мер поддержки населения в условиях чрезвычайного положения. В Бендерах раздача таких наборов уже организована. Было принято решение государственной администрации закупать продукты самостоятельно, закупать их оптом, фасовать тоже самостоятельно. Это позволило сэкономить часть средств и направить их на то, чтобы расширить тот ассортиментный перечень, который был предусмотрен изначально. Стоимость одного такого набора порядка 450 рублей. Всего их подготовили около 3000. В каждом 26 наименований. Это мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, растительное масло, сахар, зеленый горошек, консервированная кукуруза, сухофрукты, мед, чай, сладости, фруктовый сок, яблоки. Общий вес набора почти 16 килограммов. Эти продукты рассчитаны на месяц карантина. Дошколята получат их еще до Пасхи, а школьники – сразу после пасхальных праздников. Со вчерашнего дня приостановлена деятельность автомастерских. Станции, которые занимаются оформлением техосмотра, свою работу продолжат. Госавтоинспекторы призывают автовладельцев оставаться дома. Как сообщает пресс-центр МВД, за непройденный техосмотр в отношении тех, кому нужно его было оформить, после введения чрезвычайного положения штрафные санкции применяться не будут. Все бюджетники и военнослужащие будут получать зарплаты на банковский счет с 1 июня этого года. Накануне инициативу правительства одобрил Верховный совет. Какой банк выбрать – дело индивидуальное. Пенсионеров закон не касается. Но специалисты настоятельно рекомендуют и пожилым людям ограничить контакт с наличными деньгами для безопасности. Коронавирус живет на купюрах до 9 суток. Расчет по карте или через смартфон сегодня не проблема. В большинстве магазинов и аптек давно установлены специальные терминалы. Скоро они должны появиться во всех торговых точках. Исключение – рынки, ярмарки и выставки. Следующая информация для наших пенсионеров. В период ЧП действует особый порядок получения российской пенсии. Теперь, когда финансирование поступит на счета, нашим гражданам отправят СМС-сообщение. Сбербанк призывает следовать инструкциям. Это позволит избежать большого скопления людей в отделениях банка. К слову, и пенсионеры могут заказать банковскую карту. Ее доставят на дом. Достаточно обратиться по телефону 16 11. И еще вниманию пенсионеров. Сотрудники милиции будут тщательно проверять каждое сообщение и просьбу о помощи к волонтерам. Это связано с участившимися корыстными случаями, когда добровольцы принимают за курьеров и просят привезти товары, не входящие в категорию первой необходимости. Такие, как дорогие колбасы, копчености, табачную и даже алкогольную продукцию. Теперь в заявки, которые продолжат принимать волонтеры, будут входить лишь хлебобулочные изделия, молочная продукция, крупы, макароны, сахар, соль, масло растительное, консервация овощей и фрукты, средства гигиены первой необходимости и лекарства.